Пожалуйста, прежде чем будем принимать решение, также как в любых случаях, мы предоставляем слово. Алексей Анатольевич, пожалуйста, трибуна вам, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Я не люблю Центральную избирательную комиссию. Предполагаю, что вы тоже меня не очень любите, но странная вещь происходит такая. Я постоянно делаю вашу работу. Вот я второй раз в жизни выступаю на заседании Центральной избирательной комиссии, и все я говорю об одном. Как же, ребята, сделать так, чтобы больше людей пришло на выборы? Чтобы сделать так, чтобы граждане России, которые за последние 18 лет совсем перестали верить в то, что выборы на что-то влияют, все-таки поверили в это и шли на избирательные участки для того, чтобы сделать какой-то осознанный выбор и повлиять на то, что происходит в стране. И удивительная вещь, что я вот вас к этому призываю, призываю, а вы все время говорите нет. И прошлый раз я здесь выступал в поддержку списков оппозиционной партии, которые шли-то всего по регионам, в Новосибирске, в Калуге, в Магадане, как сейчас помню. И чем здесь сидит человек, который голодал, между прочим, потому что его не пустили на выборы в Новосибирске? Не пустили вы никого. Олег Иванович, это когда было? Это было при вашем предшественнике. Но суть комиссии, вы знаете, Александр, совершенно не изменилась. Я вот смотрю на вас, вот то же самое. С одной стороны, удивительный праздник жизни. Какие-то люди приходят, прекрасные уважаемые люди, они имеют полное право участвовать в выборах, но мы не видим никакой их политической активности. И у вас тут все так классно, вы друг друга с Новым годом поздравляете, желаете друг другу успехов, так радуйтесь, как все здорово происходит. С другой стороны, как я сюда не приду, постоянно как-то вот почему-то не получается у нас. И да, Александр, дайте мне, пожалуйста, сколько у меня времени есть? Сколько нужно, но мы вас первый раз видим. Спасибо большое. Вот тогда, пожалуйста, не перебивайте, хорошо? Как я, вы меня увидели в первый раз. Я рад, но ваши коллеги видят меня не в первый раз. Я все-таки пришел не к вам в гости, а я пришел в некую институцию. Эта институция при господине Чурову и при госпоже Панфиловой работает одинаково. Она плетет какие-то юридические кружева. Борис Сафарович, вы выступали так, что я заслушался, как юрист, я думаю, господи, как человек хорошо говорит. И все это так прекрасно построено, и так много слов сказано, и много различных отсылок, и даже на Международную конвенцию по защите прав человека. Но поверх этих всех кружев огромная надпись. Не разрешается вам участвовать в выборах. Не пустим мы на выборы тех, кто выступает против коррупции. Не пустим мы на выборы тех, кто не боится критиковать действующую власть. Не пустим мы на выборы тех, кто на самом деле ведет избирательную кампанию. Это ВИН, это большая красная надпись. У вас здесь стояли демонстрации по 100 тысяч человек. И эти люди, собравшиеся на демонстрации, заявляли о том, что власть, президент, вместе с Центральной избирательной комиссией сфальсифицировали выборы, обманули миллионы людей, украли миллионы голосов. Они стояли здесь, говорили вам это все. Вы изменили какие-то формальные вещи, но продолжаете делать то же самое. Вы всем этим людям продолжаете говорить, вы не допущены до выборов. Мы вас не пустим никогда и никуда, потому что вы нарушаете наш маленький уютный мир, в котором вот есть мы, есть кандидаты, которые даже и не пытаются бороться за голоса, и есть заранее определенные результаты выборов. Раньше больше в результате фальсификации, сейчас больше в результате недопуска. Значит, я хочу сказать о том, что и даже все ваши юридические построения, Борис Сафарыч, к вам обращаюсь, они абсолютно неверны, несмотря на всю вашу потрясающую биографию. Конституция Российской Федерации, которая в случае, если конкретизирует норму таким образом, она превращает ее в норму материального права. Там черному по белому написано, черным по белому, что имеют право баллотироваться дееспособные и не находящиеся в местах лишения свободы. Центральная избирательная комиссия, конечно, печальное место, но не настолько печальное, чтобы считать ее местом лишения свободы. Поэтому я имею право идти на эти выборы. Мало того, здесь было сказано докладчикам по моему вопросу, по предыдущему, в предыдущем случае, приговор был многократно проверен различными инстанциями. Так вот, я сообщаю, что мои приговоры были проверены, и я доказал в европейском суде, что эти приговоры были сфальсифицированы, и есть прямые решения об этом. Мало того, уважаемые друзья, я хочу вам отметить, чтобы вы, пожалуйста, не имели права больше даже произносить слова Международная конвенция или Европейский суд, потому что было специальное решение о проверке того, каким образом Российская Федерация выполняет решение Навальной против России. И было специальное решение, юридически записанное, и которое должно приниматься России, о том, что государство Российской Федерации не выполнило решение Европейского суда. И там отдельно прописано, что Алексей Навальный должен быть допущен до выборов, потому что всем совершенно очевидно, и не нужно делать вид, что вы этого не понимаете, что эти дела были сфабрикованы для того, чтобы меня на выборы не пустить. В этом и заключается вся эта конструкция. И всем это совершенно очевидно. Но я сюда пришел даже не для того, чтобы вести какие-то юридические дебаты. Хотя последнее, что я замечу по юридическому вопросу, вы вводите в заблуждение, говоря о том, что Конституционный суд рассматривал это. Конституционный суд рассматривал такую же норму в защите о гарантиях избирательных прав. А президентские выборы регулируются другим законом. Этот закон не был предметом рассмотрения Конституционного суда. Но я, конечно, пришел сюда заниматься не казуистикой. Я пришел сюда заявить о том, что представляю огромное количество избирателей. Вы можете к этому относиться с иронией, вы можете относиться к этому без иронии, но я совершенно точно говорю, что решение Центральной избирательной комиссии, если такое состоится, он не допуска меня на выборы, исключит миллионы людей из этих выборов. Исключит миллионы людей вообще из политической системы, потому что не даст им возможность вообще никак участвовать в выборах. И ваше сегодняшнее решение, оно именно об этом. Была сказана фраза, у нас здесь нет предмета обсуждения. Это для нас не является какой-то коллизией или предметом сомнения. Значит, есть у вас предмет сомнения. Какую бы вы ни построили систему, попытки доказать самим себе, что значит, вот вы такие хорошие и можете, придя домой, потом смотреть в зеркало и говорить, ну что ж, я приличный человек, потому что посмотрите, как много всего мы сказали, нет, это не так. Если вы не пустите меня на выборы, вы вынести решение не против меня, а против тех... Сколько вам еще времени нужно? Мне нужно две минуты. Да хорошо, давайте. Спасибо большое. Вы вынести решение против тех 16 тысяч человек, которые вчера выдвинули меня, против тех 200 тысяч волонтеров, которые год работают в избирательной компании, и против тех миллионов людей, которые требуют, обращаются к вам в течение года и говорят простую вещь. Мы требуем допуска Навального на выборы. И дело не в Навальном, а дело в том, что нужен кандидат, который наконец-то придет на выборы и скажет прямым текстом все, что происходит у нас сейчас в стране, опишет нашу действительность, отсутствие перспектив, нищету и так далее прямым текстом. Я это сделал, и именно поэтому вы не хотите пускать меня на выборы. Завершая, я хочу еще раз вам сказать. Вы же не роботы. Вроде бы я смотрю, вполне живые люди. Можно потрогать каждого. Розовые, упитанные. Вы самостоятельный орган. Я понимаю все, что происходит в голове, понимаю сложность вашей ситуации, но, наверное, один раз в жизни можно же совершить какой-то нормальный поступок. Даже не геройски. Никто же не стоит у вас с пистолетом, у виска. Простую вещь, основанную на законе, можно сделать не для меня. Для того, чтобы выполнить свою функцию в избирательной комиссии. Это же ваша профессия, это ваше, не знаю, призвание. Вы свою жизнь тратите на эти выборы. И получается, вы жизнь свою тратите на то, чтобы не пускать кого-то на выборы. Можно сделать один раз в жизни правильную вещь. Сделайте ее. Если это сделано не будет, я уверяю вас, огромное количество людей не пойдет на эти выборы. Будет активно бойкотировать эти выборы. Будет выступать против этих выборов. Будет выступать в избирательной забастовке. И уверяю вас, мы будем активны. И уверяю вас, никто не признает ни саму процедуру выборов, ни их результаты. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемый Александр Ильич, можно вам вопрос задать? Пожалуйста, я хочу вам... Ну, во-первых, хочу сказать, что мы тут точно не печеньки, которые должны кому-то нравиться. У нас нет задачи. Предполагается, что вы чиновники и слуги народа. И вы должны работать на людей. У каждого человека, который здесь в составе ЦИКа, есть серьезная биография. И он не раз, извините, смотрел очень тяжелым обстоятельствам в лицо. И если он делает свой выбор, то это на основе своих принципов и убеждений. Поэтому не монополизируйте право на то, что только у вас есть убеждения. Ну ладно, давайте я перейду к вопросу. Значит, мы не собираемся вам никому нравиться. Никому. И никому угождать. Женщины нравятся. Выполните свою функцию. Сделайте то, что вам положено. Вы, женщина, не перебивайте, пожалуйста, Алексей Анатольевич. Нет, я справлюсь. Я справлюсь. Я председатель ЦИКа. Я справлюсь. Я сейчас не женщина. Вы меня перебили трижды в ходе моего выступления. Элла Сантова, задайте вопрос, я вам отвечу. Скажите, пожалуйста, ваши судимости, можно по-разному к ним относиться, да? Соглашаться, не согласаться. Это в компетенции ЦИКа снимать или вообще решать вопросы, связанные с вашими судимостью. Это какое отношение имеет к ЦИКу? Я вам скажу так, прежде чем вы ответите. Да, может быть, мы были бы больше, чем кто-либо, заинтересованы, чтобы шли вы на выборы, если были все основания, и собрали бы тот процент, который адекватен, извините, вашей популярности. Но поскольку есть факты, есть судимость, какое отношение ЦИК к этому имеет? Мы четко выполняем закон. Какое? Можно отвечать? Да, отвечайте. Первое. Элла Санна, вы в который раз ссылаетесь каким-то героическим фактам своей биографии, когда вас ловят на том, что вы манипулируете выборами? Как только мы говорим, смотрите, в Саратовской области на всех участках подряд 62,2%, Элла Александровна, дайте мне ответить. Мы рассняли. Вы выходите и говорите, я же делала в юности героические дела. Поздравляем вас. Большое спасибо, что вы делали героические дела. Вы сюда пришли, и мы платим вам зарплату, и я плачу вам зарплату не за ваши, отвечаю уже, не за ваши героические дела, а за то, чтобы вы делали свою работу и старались делать ее хорошо. Так что с судимостью? Мы какое отношение имеем? К тому, что у вас есть судимость. Я сейчас не говорю, насколько они обоснованы. Вы готовы выслушать мой вопрос? Пожалуйста, послушайте ее, нажмите на кнопочку, и у вас не будет соблазна говорить в микрофон. Ну, это я решу сама, пожалуйста. Спасибо большое. Значит, Центральная избирательная комиссия, самостоятельный орган, который принимает самостоятельное решение, когда он принимает решение, являясь и политическим органом тоже, он смотрит на контекст происходящего. Этот контекст и все факты, которые вы обязаны учесть, заключается в том, что приговор был, он был отменен, было доказано, что он сфабрикован. Я юридически, я в суде доказал, понимаете, я пошел в суд и в суде доказал, что это дело было сфабриковано, одно, второе сфабриковано, даже все административные дела. Ну, уточнение, имеет ли право ЦИК выполнять прямое решение СПЧ или все-таки СПЧ, принимая решение, обращается в верховный суд. Я хочу, чтобы вы точно ответили. Имеет ли право или все-таки ЦИК, скажем, ну как, он руководствуется законами и теми решениями, которые принимает Конституционный суд и Верховный суд. Или вы же апеллируете, ответили уточнение. Давайте вспомним старые времена. Вы, пожалуйста, выходите оттуда, садитесь сюда, заявите, что вы снова идете на выборы президента. Тогда я буду с вами дебатировать, с удовольствием это сделаю. Если вы сейчас задали мне вопрос, дайте мне ответить или регламентируйте время. Скажите, Навальный, у тебя полторы минуты, я буду в полторы минуты закладываться. Хорошо, давайте полторы минуты отвечаем. Полторы минуты. Отвечаю вам, что ЦИК должен воспринимать все факты. Факты заключаются, первое, в том, что решение было отменено Европейским судом по правам человека, который принимает судебную систему России. Второе, было специальное заседание, где рассматривался вопрос о том, выполнила ли Россия решение Европейского суда, и ответ был, нет, не выполнила, Навальный должен быть допущен до выборов. Поэтому вы, как люди, сидящие, я извиняюсь, на моей шее, я хотел бы, как налогоплательщика, чтобы вы занялись своей работой, учли все эти факты и вынесли то решение, которое вы обязаны вынести на основании закона. Не смейтесь, вам это неприятно думать, но это так, вы чиновники, сидящие на моей шее, и тех людей, которых вы не хотите пускать на выбор. У вас еще есть ко мне вопросы? Я вообще-то в советские времена наслед отпахала на производстве, а вы пока, я не видела, что вы вообще зарабатывали тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь. Ну ладно. Павел Ставрович, пожалуйста. Отлично. Я рад, что вы раскрыли свое отношение оболванивая молодежь и так далее. Присаживайтесь, пожалуйста. Господину Навальному вопросов нет, уважаемая Александровна. Да, да. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы закончили нашу дискуссию. Я собирался присесть, у меня вернули на трибуну. Все хорошо? Да, ну я, пожалуйста, да, теперь все, я не буду больше задать вопросы. Все понятно. Присаживайтесь. Я не обращаюсь к вам, у меня нет к вам вопросов. Вопросов больше не было. Нет, вы все сказали, что хотели. Время вам было дано. Единственное... Уважаемая, уважаемая Александровна, и уважаемая публика, я обращаюсь в том числе и к той части присутствующих в этом зале, которые аплодисментами встречают яркое выступление господина Навального. Но я хотел бы обратить внимание на два обстоятельства. Первое. Все величайшие деяния и все величайшие преступления в истории человечества совершались именем народа и от его имени, это, во-первых. Во-вторых, здесь говорилось о том, что вот, видите ли, праздник, мы кого-то поздравляем, кого-то пропускаем, либо кого-то не пропускаем. Так вот, я хотел бы, обращаясь к вам, уважаемые коллеги, сказать о том, что мы пропускаем только тех, наших соотечественников, которые не обладают судимостью, и в частности, по статье 160-й Уголовного кодекса Российской Федерации. Я не буду раскрывать содержание этой нормы. Я хотел бы далее обратить внимание на то, что Европейский суд по правам человека не вправе отменять решение национальных судебных властей. И с этой точки зрения я хотел бы также сказать о том, что существует установленный законный порядок. Либо мы с вами живем в государстве, либо мы живем не в государстве. Так вот, если мы живем в государстве, которое обладает прочным правопорядком, основу которого составляет действующая Конституция Российской Федерации, я думаю, каждый гражданин, законопослушный гражданин, действует в соответствии с теми положениями, которые установлены в нашем законодательстве. Уважаемые коллеги, уважаемая Алла Александровна, я прежде всего обращаюсь к вам. Вот эти вот заявления типа «Европейский суд отменил приговор, вынесенный в отношении меня», не имеют под собой ровным счетом никаких оснований. Когда и если это решение будет точнее, приговор будет пересмотрен на основании решения Европейского суда по правам человека, этот приговор будет дисквалифицирован, поверьте, это будет первое ваше предложение, давайте зарегистрируем, и мы вас поддержим. Но в данной ситуации речь идет о законе, и соблюдение этого закона вменяется нам с вами, как нас назвали чиновниками, чиновникам, но это вменяется и каждому гражданину, на котором лежит обязанность соблюдать и конституцию, и действующие законы. Алексей Ильич, я вам советую. Уважаемая Алла Александровна, выступление господина Навального меня еще более убедило в том, что та позиция, которую я бы пытался изложить, и тот проект, который я предложил вашему вниманию, является единственным адекватным и соответствующим закону вариантом решения. Прошу поддержать тот проект, который я предложил вашему вниманию. Спасибо, уважаемый Борис Афгалович. Алексей Анатольевич, я вам советую все-таки, чтобы вот и ребята ваши, те, кто вас поддерживает, у вас действительно есть поддержка, вот мы посмотрели тут даже, да, вот у вас в 21 регионе были, прошли собрания, там где-то от 500 до 1750, 50 в Петербурге, сам Петербургий поддерживал. В общем, в общей сложности приняло в этих собраниях где-то 10800 человек, да, вот, ну, собственно говоря, нотариально, правда, единственное было там, где был, ну, скажем, нотариус, это только в Москве вот присутствовал, в остальных, по нашим данным, там, если мы ошибаемся, нигде нотариусов не было, то есть они, ну, такие были, в общем-то, демонстрации поддержки, то есть это хорошо, я полагаю, что было очень полезно, вы соберите самых-самых независимейших экспертов, незарубежных, российских, как я вот, я собираю, я как называю, черных оппонентов, которые все время нас критикуют, и я им очень благодарна, поскольку они позволяют нам выявлять какие-то наши ошибки, мы всегда говорим, спасибо, какие-то сложные, собственно говоря, проблемы, соберите, проведите округлый стол, ну, снимите вы эту проблему, ну, разберитесь, мы действительно, у нас нет, вы говорите, не монополизируйте право, что вы у нас единственная неповторимая политика оппозиционная, которая вот только и говорит правду о коррупции, а что, посмотрите, в отличие, ну, вот, ну, я только приду, вот, сидите с Лобунова, а Григорий Алексеевич, я его знаю сто лет, Явлинский, он что, говорит менее жесткие слова, да более еще жесткие, просто он говорит их более грамотно, человек с биографией, который действительно жизнью рисковал, я это знаю, и массу неприятностей имел, понимаете, не монополизируемый, а там еще другие, очень уважаемые кандидаты есть, я не буду называть фамилии, и не менее оппозиционные, и умеющие очень, извините, власть ругающие, критикующие, ну, просто делают это грамотно и четко, поэтому, ну, соберитесь, если вот вы, я понимаю, мы для вас тут розовые, или какие уж точно не голубые, вот, или какие угодно, вы можете нас оскорблять сколько угодно, надевать меня в мундиры, рисовать бороды, все что угодно, я спокойно к этому отнесусь, я думаю, что вся моя жизнь позволяет к этому относиться спокойно, я готова встречаться с вашей общественностью, вас с вашими молодыми, замечательными ребятами, которые вас поддерживают, отвечать на любые вопросы, если хотите, вот встречу проведу, честно, откровенно, но давайте только вот, будем честны со всех сторон, как говорится, я готова, я готова к открытому диалогу, даже несмотря на те все оскорбления, которые у себя позволяются, ничего, я переживу, вот, уважаемые коллеги, Николай Иванович, вы хотели что-то добавить? Буквально два слова, если можно, спасибо, Александр. Я хотел бы сказать, что вот сегодняшняя дискуссия по всем этим вопросам, связанным с принятием Центральной избирательной комиссии решения, вот сейчас, на последнем этом этапе, позволила мне сформировать внутри наблюдение, что в ходе дискуссии никто из участников сегодняшних обсуждений не позволил себе грубых, на мой взгляд, совсем уж неприличных замечаний в адрес членов Центральной избирательной комиссии, Алексей Анатольевич, только вы. При этом Центральной избирательной комиссии, ни один из ее сегодняшних участников не позволил себе ни одного, даже намека, на какие-то личностные характеристики. При этом, когда мы заявляем, что наше участие или неучастие в выборах определяет судьбу страны или судьбу какого-то иного там субъекта в стране, напомню, что были выборы мэра в Москве, в которых вы принимали участие. Я не работал в Центральной избирательной комиссии, опыт работы у меня небольшой. Но мне казалось, что там не всегда принимались, может быть, правильные решения, возможно. Но, напомню, явку избирателей на тот момент в Москве она была чуть более 30%. Поэтому говорить о том, что участие в выборах определяет явку избирателей, наверное, не совсем правильно. И присваивать себе заслугу, что вот я приду и тогда придет избиратель, мы увидели. Это важный, самый большой субъект в Российской Федерации. И участие ваше в этой избирательной кампании, по сути дела, реально не повлияло на явку. Что говорить о масштабах страны, если сегодня, пока еще не определен состав участников, все понимают, что явка будет достаточно высокой. И об этом говорят все логические исследования и все агентства, независимо от того, как они относятся к тому или иному политику в нашей стране. Поэтому предсказывать, что и как будет, а попытаться повлиять на сознание людей, может быть, не всегда еще обремененно хоть каким бы то ни было жизненным опытом, очень неблагодарные задачи. Очень неблагодарная цель, потому что потом, когда у них наступает разочарование, они становятся жестокими не по отношению к тем, против кого выступали, а по отношению к тем, кто внушил им не совсем праведные цели и вел не по праведному пути. И мне кажется, в этом случае ответственность мы, люди взрослые, по отношению к этим, к детям, должны чувствовать, может быть, я так говорю, потому что я учитель, я проработал почти 30 лет в школе. И я знаю, что такое обмануть молодого человека, который, глядывая на тебя, делает из тебя кумира. Вот мне кажется, это задача, которые, или способы, механизмы, которые используемы в работе с детьми, они очень, ну, как он сказать, не то, что провокационны, они безнравственны. И всех нас в этой работе, когда мы работаем с молодыми, надо быть аккуратными и осторожными. Они вспомнят все, что видели, все, что говорили и все, что происходит. У меня был период в моей жизни, когда я, глядя на президента нашей страны, плакал. Мне было стыдно за страну, я могу назвать этого президента. И сегодня, на основе своего жизненного опыта, конечно, каждый из нас сделает выбор в этой компании. Все, кто сейчас нас смотрит, все, кто слушает в этой президентской компании, сделают свой выбор. Но только не надо делать выбор, когда изначально формирование участников будет незаконным. И вы это понимаете лучше многих. Лучше многих, имея юридическое образование, вы понимаете, что Центральная избирательная комиссия сегодня, здесь, в этом зале, не приняла ни одного неправового решения. Ни одного. Вы нас подталкиваете на путь, по которому мы не должны и никогда не пойдем. Спасибо. Спасибо, уважаемый Николай Иванович. И я хотела бы сказать, что, конечно, ну, уже не раз это доказано, что шантажировать нас бесполезно, угрожать. Ну, миллионы, давайте посмотрим, что будет с миллионами, мы посмотрим. Как говорится, история временно рассудит, и итоги выборов нас рассудят. Пожалуйста, Евгений Иванович, вы хотели? И завершаем, да, пожалуйста. Будем голосовать. Я не хотел выступать, но вот выступление Алексея Анатольевича меня кончательно убедило в том, что человек вообще и не собирается идти на выборы. Ну, если отрицает судимость, очевидный факт, правильно Борис Сафарев сказал, что Европейский суд по правам человека не вправе отменять приговоры наших судов. Выборы, это самое, многофункциональные, и ясно, что у Алексея Анатольевича совершенно другая цель. Поэтому давайте принимать правовое решение, потому что человек все равно не слышит то, что мы говорим. Можно бесконечно препираться тут, но это как бы перспективно где-то в другом месте. Вот вы согласились встречаться с ним. Давайте принимать решение. Спасибо большое. Я бы хотела сказать, что в составе ЦИКа представители шести партий. От КПРФ, Яблоко, Справедливая Россия и других партий. У нас разные мнения, могут быть разные позиции. Мы спорим, мы не всегда, многие голосуют против, когда надо. Так что одним чехом, ну вот так, клеймить нас, пожалуйста, вы имеете право, но то, что мы здесь говорим, больше не для вас говорим. Мы говорим больше для тех молодых ребят, которые вместе с вами, которые вас любят, для которых вы кумиры, чтобы они тоже побольше задумывались, иногда более критично, глядели не только на так называемый кровавый режим, который вы обличаете каждый день, но в то же время и на вас, как кумира. Уважаемые коллеги, могу я поставить на голосование? Леонсен, можно мне реплику до голосования? Ну давайте, давайте, Николай Ильич, да, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, судьбе было угодно, чтобы в отличие от вас я ознакомился с полемическим талантом Алексея Анатольевича четыре года назад, когда вместе с ним принимал участие в выборах мэра города Москвы. И если говорить о существе вопросов, которые Алексей Анатольевич тут ставил, лично я не вижу никакой опасности в том, чтобы он поучаствовал бы в этих выборах, если бы не было правовых препятствий для этого. и я, в общем, все его упреки, особенно, скажем, в моей упитанности, отношу за счет эмоционального накала. да, значит, ну, зрение у него хорошее, мы смотрели в глаза друг к другу, значит, да, и я, так сказать, еще раз подчеркну, что, значит, ничего бы не имел против его участия в выборах, если бы вот не прискорбанные обстоятельства, связанные с нормами закона. я позволю буквально, так сказать, минуты напомнить, что в 2009 году, будучи руководителем фракции одной из оппозиционных партий, я выводил свою фракцию вместе с двумя другими из зала, протестуя против беспредела, который был тогда на выборах в в выборах в Москве, да, и принимал активное участие в других протестных действиях, которые были направлены именно на несовершенство избирательной системы и массовые фальсификации, которые были ранее во многих местах, и, может быть, отчасти именно этим был обусловлен мой выбор лично пойти в состав Центральной избирательной комиссии, чтобы этому ну, по крайней мере, так сказать, препятствовать, насколько это возможно. Но, вот именно в силу тех обстоятельств, что мы с Алексеем Анатольевичем участвовали в выборах, были соперниками, он показал намного более лучший результат, чем ваш покорный слуга. Вот, ну, во-первых, я тогда подавал заявление в Московскую городскую избирательную комиссию о том, что было обнаружено полторы тонны агитационных материалов, незаконных в пользу кандидата Навального, да, но убедился уже тогда, что нормы права в отношении Алексея Анатольевича, они какие-то, как-то носят такой эксклюзивный характер, да, и любого другого кандидата за такие нарушения, конечно бы, сняли с выборов, но он продолжил и довольно успешно, да, свою агитационную кампанию. В силу этого, Элла Александровна, чтобы соблюсти, как мне кажется, чистоту коллегиального решения Центральной избирательной комиссии, я боюсь, что может быть усмотрен конфликт интересов в моем участии в этом конкретном голосовании и прошу вашего разрешения в этом голосовании не участвовать. Ну, это ваше право, полностью, да, мы же, у нас как раз нет ни авторитаризма, ни, извините, ни диктаторства, все свободные, независимые люди, представляете, как институт независимый, я тут почитала кое-что, ЦИК, независимый институт, и никаких команд и окриков нести из страны мы не потерпим и не терпим, мы принимаем те решения, которые соответствуют нашему убеждению профессионализму, чтобы для всех было понятно, что касается Алексея Анатольевича, ваших коллег, если будет желание, я готова с вами встречаться, встретиться, ответить на вопросы ваших сторонников, совершенно не боюсь никаких вопросов, я считаю, что всегда диалог это великое дело, а вы молодой, перспектива хорошая, ну, как говорится, все у вас еще впереди, если будут вопросы, пожалуйста, мы готовы и наши коллеги, извините, отвечать на все вопросы, я встречаюсь с другими тоже в неформальном режиме, пожалуйста, если вы сочтете необходимым. Уважаемые коллеги, могу я поставить на голосование? Доставлю на голосование. У нас, у вас перед вами проект поставления об отказе в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самого движения кандидата на должность президента Российской Федерации Алексея Анатольевича Навального и у полномоченных представителей. Прошу голосовать, кто за, кто против, а кто вы тогда, как воздержались или вообще, как будто бы вас нет? Ну, как будто бы его нет. Ладно, давайте так, да, вот посчитайте, сколько у нас получилось. А? 12. 12 за, да. Хорошо, уважаемые коллеги, на этом наша повестка дня исчерпана. Все, да, за.